11 самых популярных в мире сортов роз начали выращивать в нашем регионе. Сегодня в тепличном комбинате Новосибирске официально запустили вторую очередь производства роз на срезку. Цвет и запах голландских цветов, выращенных в Сибири, оценил мой коллега Андрей Баев. Уникальный для Сибири проект выращивания роз перешел во вторую фазу. На тепличном комбинате начали производить еще 11 сортов, любимого многими цветка. Пустовые есть пионообразные, есть мелкоцветные, есть крупноцветные. Это все новые сорта, которых не было раньше? Да, да, да. Вот этот сорт джумиля, очень популярный, очень красивый цвет. Сорт, это сорт маритин, сорт белинда и реднауми. Большинству сибиряков, говорят специалисты, нравятся классические сорта. Крупные бутоны белого и красного цвета. За прошлый год вырастили почти 7 миллионов штук. Мы обязательно все деньги, которые зарабатываем, я как инвестор здесь, мы вкладываем их в Новосибирскую область. В наших планах полностью перевести тепличный комбинат Новосибирский на цветы. Поэтому это будет уже не 7 миллионов роз, а 37 миллионов роз. И все сейчас делается для того, чтобы уменьшить нагрузку на человека и увеличить его трудоспособность и производительность труда. Цветы высажены на 4 гектарах. Семена из Голландии. Главное преимущество наших рост перед голландскими – свежесть живого цветка. Нет длительной транспортировки и химической обработки. Рынок поставки охватывает регион от Дальнего Востока до Москвы. Что, конечно же, во-первых, впечатляет. Во-вторых, экономическая отдача для территории, для Новосибирского района, для области. Это и новые рабочие места, которые будут созданы на второй очереди. Это мы видим прирост заработной платы, средней заработной платы на предприятии. Ну и, конечно же, налоговая отдача. Производство круглосуточное. Один световой и тепловой режим и ночью и днем. В штате даже числится, причем с предоставлением служебного жилья, несколько семей шмелей для опыления цветов. Андрей Баев, Дмитрий Злобин. Новости ОТС.